Успешная команда бизнесменов-практиков представляет Когда вот что-то происходит внезапное, я вот сейчас немножко тему внезапно заведу, да? Вот когда что-то внезапное происходит, ты точно узнаешь, что он думал. Знаете, что такое внезапно? Внезапно – это когда не запланировано. Допустим, происходит авария, что ты кричишь? Приходит большой счет, что ты говоришь? Внезапно тебе на голову что-то свалилось. И ты не успел одеть масочку, которую ты все время носил «я богатый». Ты не успел эту масочку одеть «я здоровый». Не успел. Это внезапно произошло. И вы знаете, что Иисус очень любит эти внезапно. Потому что через эти внезапно он показывает реально, кто человек внутри. Когда происходят разводы, мы внезапно видим, какая масочка была на наших любимых людях. Это вот внезапно. И Иисус очень любит пользоваться этим внезапно. Почему? Потому что он через это внезапно покажет, кто ты истинный. Где ты не успел напялить масочку и сказать «не-не-не, я все равно счастливый». Нет. Там летит мат, там летит все что угодно, там ты посылаешь кого угодно, куда угодно. Это внезапно покажет, кто ты внутри. Или что нам с этим делать, с этим внезапным кто-то внутри. Чем стабилизироваться внутри, чем стабильнее ты будешь, тем легче ты будешь как скала. Об тебя будут биться полные. Понимаешь, что бы со мной сейчас ни происходило, для меня уже внезапно не работает. Я остаюсь прежняя. Я не меняюсь. Но это процесс, друзья. Это процесс. Если ты в миру у кого-то возьмешь деньги, ты внезапно просто ночью сделаешь его бедным, ты все узнаешь о себе и о партнерах, и какая жизнь плохая. Вчера он только, может, семинар вел и говорил, какой он вообще крутой и как классно у него все получается. Но стоит ему забрать деньги, ты узнаешь все про всех. И депрессия у него начнется, и психологи ему начнут помогать, и все что угодно. Вот оно внезапно. И Иисус иногда просто радостно дает нам это внезапно, чтобы посмотреть, а что интересно сейчас выйдет из человека. Он-то знает. Просто он другим начинает показывать. Он-то знает, что внутри нас кроется. Он же знает, что мы внутри очень шаткие. И вот это внезапно, она дает ему возможность просто показать, какую масочку человек носил. Он все время говорил, да только у меня там деньги, да только я поднялся. И тут внезапно происходит, что оказывается он бедный. Так богатый человек, который внутри богат, он остается той скалой. И говорит, если раз сделал деньги, значит и второй раз сделает деньги. Понимаете, тот, кто познакомился с Богом, ему Бога забрать невозможно. Вот все, что у вас возможно забрать, там, любимых, близких, деньги, какие-то вещи, машины, дома. Друзья, это вам никогда и не принадлежало. Я снимаю с вас пелену сейчас просто. Вам казалось, что это ваше. Вы просто это присвоили. Но на самом деле оно вам никогда не принадлежало. Понимаете? Потому что все, что я могу потерять, оно мне не принадлежит. Но когда у тебя отношения, глубокие отношения с Духом Святым, любовь с Ним, понимание с Ним, близость с Ним. Друзья, вот этого уже отнять нельзя. Это уже внутреннее богатство, которое, даже если ты деньги потеряешь, он опять даст тебе идею, и ты будешь за ночь миллионером. Вот это уже невозможно потерять. Так получается, что можно абсолютно все, кроме Бога, потерять. Да. В нашем мире. Да, солнышко. Да, даже саму себя. Если ты его не знаешь. Подумайте, насколько это глубоко. Люди, которые надеются на себя, на деньги, на свои дома, на своих шефов, на своих подруг, на своих родителей, они обязательно провалят этот экзамен. Обязательно. Потому что это все можно забрать. Родители могут уйти, дети могут уйти, деньги могут уйти. Если ты положился на все это, оно покинет тебя. Бог выбьет все палки из твоих рук, чтобы ты стал той личностью, которая не поклоняется этим вещам, а поклоняется Богу. И тогда, когда ты поклоняешься Богу, эти вещи начинают к тебе приходить. А когда ты начинаешь поклоняться этим вещам, они начинают от тебя уходить. Глубоко? 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 Глубоко?